Здарова, дружище! Не знаю, будете вы смотреть этот выпуск или нет, но тут на днях я, конечно, дико угарнул, когда зашёл на аккаунт Буратино, да, это рубрика, которую я пока что качаю, стараюсь на неё заходить, тут что-то играть, что-то как-то проходить и так далее. Я это делаю не один, на пару с хозяином, хозяин, как я понял, тоже тут активно что-то делает и что, блин, хотелось бы сказать, есть плейлист, смотрите, по сути, аккаунт с нуля, но с использованием донатика. Кому нравится тема, кто хочет видеть почаще, я могу хоть каждый день клепать ролики про Буратино, лепите лайки, пишите в комментариях, в комментариях подписывайтесь, да, и, блин, показывайте активность, если будет активность, почему нет? Я только за, я могу, знаешь, снимать ролики, как я чищу зубы, ну, на этом аккаунте, к примеру, да, вот, так что давайте там, усаживайтесь поудобнее. А, что сегодня будет в ролике? Ну, как обычно, по балаболю полуролика, попробую пойти какую-то подземку, хотелось бы, конечно, сделать там агментацию, одно, второе, третье, но с книжками у нас беда, это, конечно, донатный аккаунт, но это не аккаунт маленького медивина или ещё что-либо, здесь повезло с тем, что присутствуют нужные герои, но нет такого, что прямо у тебя, знаешь, бесконечное количество ресурсов, и ты можешь утворить всё, что ты хочешь, нет, приходится ограничиваться, и это, как бы, ничего страшного, от этого, наоборот, интересней. Единственное, что очень классно и грамотно начинается играть, когда у тебя есть там большинство нужных героев. Вот. На днях тут захожу, я ж ещё стримливый геймерсы на Твиче, бывают там тихие стримы проходят, ссылки есть в описании. Захожу такой, и херок, думаю, такой, я ж вроде 30 тысяч здесь качнул, думаю, чё силы мало? Смотрю, а там было 24 тысячи на тот момент, думаю, чё случилось? Что, 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 что случилось-то, а? Захожу такой, блядь, в алтарь, трёхуяк, допов нет, героев нет, думаю, блядь, может, слили, короче, чё, 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 чё произошло-то? Но! Я вспомнил момент с моего прошлого видео про Буратино, я говорю, блин, бардак, короче, наоткрывал там героев нужных и ненужных, теперь вообще непонятно, где что-то находится, где чё качать и так далее. Тут я захожу, видать, хозяин посмотрел данное видео и взял нахер, слил там героев, по его мнению, ненужных. Тут фишка только заключается в том, что был слит основной купидон, которому я недавно выбил пятую ремку, если я не ошибаюсь. Это, конечно, плохо, купидончик улетел с пятой ремкой куда-то далеко, слитые повторки нужные, фреи, то есть, ну, хозяин, конечно, немножко перестарался. Я, конечно, понимаю, что он, наверное, это всё делано выбивает вновь, но, наверное, всё-таки не стоило там купидона сливать, повторки той же фреи, это экономило бы ресурсы, может, и на складе там, конечно, фреечка там есть и так далее, но, тем не менее. И что ещё хотелось бы сказать? А, шапку слил. Да, шапки есть дубли, опять же, на складе, но, тем не менее, шапка тоже там была слита. Ну, весело, весело, весело. Я боюсь представить, какой был бы бугурт, короче, если бы я это всё сделал бы на видео, вы бы там просто... Вот это вот всё. Ладно, об этой штуке я вам рассказал, оправдал название видео, никакого кликбейта нету и... Ну, так-то, конечно, удобнее играть. Да. Далее, что у нас происходит? Хозяин также заметил, что прошёл шестую жестокую подземку, и я, грубо говоря, ну, потому что я не помню, чтобы я её проходил, хозяин её уже сам прошёл. Сегодня попробуем потыркаться в седьмой. Дальше, что ещё хотелось бы отметить? Кстати, а что у нас тут? А, тут лабиринтик даже можно пройти. Что нам? Тут команда, наверное, да, какая-то есть? Слушай, халявный лабиринт. Как грамотные герои тут стоят. Ух, ух ты, бозочки. А, окей. Ну, это понятно всё. Мы заходим сюда, Королевская битва. Вот, я просто на стриме зашёл и такой, блин, камон, как это мило, это же девственная, девственная Королевская битва. А я не уделял ей большого внимания, специально на стримах я её не проходил и не прокачивал, но потому что я не знаю, как у вас. Многие из вас начали играть недавно, но для меня увидеть, как бы вам сказать, девственную Королевскую битву многого стоит. Потому что, ну, такой, типа, вспоминаются сразу времена, когда её только добавили, и как бы ты такой радовался, там у тебя левел прокачивается, и ты такой, вау, клетку добавили, там, посмотрите, здесь 300 тысяч красных кристаллов и 10 миллионов синих. Думаю, вот это да, вот это повезло, блин, прокачал левел. Да, были, ребятушки, такие времена, ну, конечно, Королевскую битву мы сейчас начнём тоже активно качать, без неё никуда, но у нас есть тут бонус в виде того, что за донат надавали огромнейшее количество синих и красных кристаллов, и, по сути, надо в ближайшие дни какой-то, ну, блин, я не знаю, реально стрим-марафон сделать, потому что тут надо сидеть и дрочить золото с маной, и прокачивать просветы героям, то есть и силу можно поднять, да и просветы нужны, но нас останавливает только реально нехватка, нехватка, нехватка маны, потому там лишняя мана, когда появляется, получается, сразу, короче, идёшь и долбишь просветики. Далее, что хотелось бы отметить, по поводу таланта, давайте уже тогда определимся. Я вот думал, на кого его поставить, да, тут рвение пятого уровня, то есть это и атака даётся, и защита даётся, и плюс одна клетка дополнительная к дальности атаки, и я сидел, ломал голову, не знал, кому поставить. Ну, блин, на Фрею бесполезно ставить, нужно другой талант на Фрею бесполезно ставить, потому что, блин, ну, защита на неё будет не так работать, короче, как надо, да, потому что у неё ограниченный урон, и сами понимаете, что из этого выйдет. Короче, сюда бы там какой-то другой талант, да. А далее, на Стрелка переводить данный талант не хотелось бы, да и смысла нет, потому что там добавляется урон, и нам невыгодно добавлять урон Стрелку, он будет больше убиваться об отражениях, когда будет выпускать свою какашку, да, во вражеского героя. А, вражей, вражей у нас уже с хорошим талантом, да ему тоже там на атаку особо талант не нужен. Можно было бы поставить на Рина, но пока у Рина не появится скин, я, наверное, талант Рина менять не буду, потому что хоть на нём вот это вот гнев и херня полная, да, подзалупная, но, тем не менее, сливать восьмой талант жалко. Появится скин, если хозяин скин купит на Рина, тогда мы уже будем потом, впоследствии, искать более подходящий для Рины талантик. Что хотелось бы отметить, ну вот сидел, думал, короче, на кого поставить. На Бигфута, блин, ну на Бигфута надо всецело ставить талант на защиту, каменка, огненка, священный огонь. А Седна, Седна, то же самое. И тут, как бы, такие себе варики. На остальных, на остальных героев даже я не знаю. И, короче, у меня остался один-единственный кандидат в виде Анубиса. По идее, это и ему выгодно будет, ну, во-первых, и защита, и урон, это такой будет универсальный для него талант. Конечно, Анубис не будет там супер какой-то уронистый или супер неубиваемый, но это будет по типу Бастиона, наверное. У меня Анубис с Бастионом, я нормально им бегаю, он свои функции выполняет. Да, тупо, да, скучно, но, тем не менее. Поставлен Бастион был давно, особо выбирать было нечего, и, как бы, я доволен, меня Анубис не подводит. Так, и все-таки определился, наверное, поставить, короче, этот талантик ему. Сначала у меня были страхи по поводу того, что Анубису не будет добавляться дополнительная клетка к дальности атаки, но потом меня ребята вроде со стримов переубедили, что все-таки будет, потому что есть видосы. Мне кидали видосы с тестом, и да, Анубис, короче, фигачит на одну клетку больше. Так что вы пишите в комментариях, что вы думаете, ставить Анубису или нет, мутить такое, не мутить такое. Ну, а в следующем видео я уже, наверное, ему поставлю это все дело и прокачаю. Хотя пока неизвестно... А, нет, ну, с кулаками у нас вообще никаких проблем на самом деле нету. А сегодня что мне хотелось бы сделать? Наверное, взять и прокачать тыкву восьмой Берсеркер. Да, я знаю, что Берсеркер сейчас не самый крутой талант на тыкву, воодушевление круче, исцеление так вообще самый топ. И я не прокачивал Берсеркера по той причине, что, блин, хотелось бы сюда исцеление, да, или как минимум воодушевление. Потому что тыква разгоняется лучше в нынешних реалиях игры, когда убрали артефакт. Это нам стало явно, ну, заметней стало все это дело. Думал, думал, а потом понимаешь, что, елки-палки, а когда тут исцеление выпадет? Я не знаю, я не знаю, сколько там рублей, под какие акции хозяин будет на данном аккаунте донатить. Не знаю, и выпадет ли, не выпадет, появится, не появится исцеление. И я, короче, так подумал, надо качнуть себе Берсеркера восьмой. Потому что, когда там более-менее топовый талант для тыквы появится, я не знаю, а локации проходить уже нужно сейчас. Потому что мы возьмем и прокачаем восьмой Берсеркер и пойдем в подземки, друзья. Ну, а в дальнейшем хозяин со временем заведется, грубо говоря, к примеру, скином для тыквы. Потом и талантик как-нибудь там высветится. И возьмем вторым талантом, поставим уже исцеление. Поэтому давайте возьмем, короче, еще это все дело прокачаем. Тем более, ну, в плане, да, кулаков тут проблем у хозяина аккаунта нету. Так, слушай, тут даже, посмотри, почти на десятку качнул. Также у нас валяется 40 тысяч кгшек. Пока что мы их держим и не трогаем. Можно сделать кому-нибудь аугментацию, да, снаряжение. Ну, допустим, смотри, здесь у нас уже есть созвездия. Созвездия тут мы не особо ролили. Можно, допустим, точность оставить. И давай профигачим. Тут я точно Фрейя роллю. Да, потому что, помните эти моменты на Тунце, как грустно-то было. Так, крит урон, крит удар. Ну, слушай, падает точность. У меня Фрейя лично собрана с уклонением фуловым. Я не жалею, мне тоже нравится, но и точность это хорошо. Так. Слушай, тут реально везет на точность. А я тогда оставляю точность. Атака, крит урон. Нет, давай там или исцеление, или точность. Точность 4. Так, А3. Давай пятерки. Ну. В принципе. В принципе. Давай пока атака ставим. А в дальнейшем мы уже, ребята, определимся, когда уже появится на Фрейе талант. Это у нас у кого? Это у нас у Рина. Слушай, давай сделаем так. Потом поменяем на урон, наверное. Ну, короче, посмотрим. Смотря какой талант опять же будет, да, сделаем пока что так. Ну, не особо хотелось бы, понимаете, мне ролить, к примеру, созвездия, чары, да, оставить, пока еще нету. Нету, ребят, подходящего таланта. Можем сейчас попытаться выбить. Слушай, у нас есть коробка. Ну, давай. Сменить. Вот просто, ну, вот вы, вот вы просто гляньте на это. Выпала ярость небес. Вот серьезно. Вот серьезно. Вот какая нахер ярость небес. И вот ты, вот кому ее лететь? Лепить-то? Ну, давай на первое время. Не знаю, Арктики поставим. Давай еще коробку. Смотри, Берсеркер пятый. Ну, и что? Ну, вот кому? И что толку от этого Берса? Ну, это реально. Ну, пока что, типа, поставим на первое время. Разброс третий. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Тут первых талантов, наверное, нету, да? Рывение. Огненная защита четвертая. Огненная защита. Огненная защита. Огненная защита. Тра-ла-ла. Так, ну... О, слушай, ну... Анубис фото. Миноса с бастионом. Окей. Короче, на первое время. Давай какой-то топовый пятый талант дай. Повезет вам. Из-за самоцвета немножко. Дай пятерку. Ну, не такую же пятерку. Ну, не такую же пятерку-то, а? Ну, давай будем просто левел потом качать. Ослабление пятое. Ну, вот. Гнев. Снова. Снова. Снова гнев. И... Ну, давай пока что Фрейя поставим. Но, опять же, от пятого гнева и там... Вот толку. Толк-то ноль! Давай еще ударим. Девять тысяч. Окей. Что у нас получается? Пятнадцать минут мы уже записываем видео. Блин, хотел его сделать вообще десяти минутным. Ну, окей. Ну, и что касаемо просвета, да? Тут у нас, как бы, восьмидесятый. Нужно хотя бы там всем основным качнуть восьмидесятый просвет. Вот, видите, бац, и все. Закончилось. Здания у нас качаются. Здания качаются грамотно. Скоро будет шестая таблетка. И это очень круто. Ну, а золото пока сливаем. Сливаем пока что на забор. И я, наверное, в следующем видео, к следующему видео уже начну строить какую-нибудь расстановку под это все дело. Ну, теперь давайте. Хоть мы слили, конечно, золото. Может, там и не надо будет столько, смотри. Чувак, супер расстановка. Сейчас попробуем там седьмую, седьмую подземку пройти. Ну, мы тут справились. Справились. И, как вы видите, да, я все-таки решил тыкву, тыкве уделить внимание. Хорошо, да, можно тыкву вообще не использовать. Но при том, что есть имбовые герои, да, то есть там и анубисом одним можно подземку проходить и так далее. Но не забывайте про тот факт, что фишка-то заключается в том... Ну, герои-то имбовые должны быть прокачаны. А у нас еще не прокачаны, потому как бы так вот. Прошли. Отлично. Если сегодня седьмую долбанем, то будет хорошо. Снова выпускаем. Нормально все. Прошли. Так. Магия. Магия, магия, магия. Так, а то что-то я, блин, на стриме хотел-хотел, но все, добраться не мог. Вот так вот. Вот так вот. Ах ты ж, блин. Не успел я. Ребят, наложить кор... Ой. Ой. Не успел я наложить. Магия. Не пройдут они, наверное. Да, один ворожей остался. Окей. Надо, короче, шустрее все делать. Шустрее. А я уже старый, кости ломит. И у меня ничего не получается. Так. Еще раз. Где-то вот сюда нам надо. Смотри, мы сделаем, допустим, вот так вот. Вот так вот выдержит тыква. Шат хиливается. Да, справилась, и мы справились. И у нас все хорошо. Я, наверное, так ее выпускать и буду. И по деньгам проблем нету. Так. У нас, кстати, здесь вот финтиклюшечка 195 самиков мы заработали. Дальше. Ух. Как у нас тут интересно. Опачки. Оп-оп-оп. Блин. Можно выходить. Лоханулся. Тут уже, понимаете, одна магия не помогает. И, кстати, надо... Когда начинаете играть... Когда начинаете играть, ребят, не забывайте прокачивать магию. Вот видите, она у меня тут не прокачивается. А надо бы! Надо бы ее прокачивать. 900 тысяч золота стоит все это дело. А мы сейчас быстро набьем, ребят. 97. 105. 138. 108. Нет, быстро походу не набьем. Я вот все время захожу и забываю. Магия, магия наша. Все, друзья. Ее нужно прокачивать. Ее нужно использовать. Так, давай быстренько, быстренько. Сейчас 125 тысяч золота отхватим. Есть. Идем дальше. Так, у нас уже 570. Так, тут у нас все хорошо. Главное, чтобы атлант не включился. Золото вы жрать уже будете начинать или нет? Инвалиды. Инвалиды. А что там у нас в седьмой жестоко? А, я помню, что у нас в седьмой жестоко. За босс. За последняя там подземка. Так, здесь 119. И мы благополучно воруем золото. Выходим. Идем дальше. 827. Тут 46. Ну где золото? Почему, когда ты маленький? У тебя бывает, конечно, когда и большой аккаунт. Заходишь и золото ни хера найти не можешь. Ну, слушай, тут мы даже с запасиком, ребят. Это замечательно. Повелителя Бури Ушатай. Ебой. Так, и вот просто не забывайте, все время проверяйте, потому что на начальных этапах игры магия апается очень быстро. Ваша магия, во. Магия апается очень быстро, и ты не замечаешь, как она уже, ну, апгрейдилась, и просто тупо теряешь время. Окей, делаем вот так вот, и вот так вот, и просто сюда тыкву высылаем, а этих сюда. И не пускай бегут под разгоном. Ну, что-то как-то хиленькое, вам скажу, хиленькое. Но героев долбанули, 100% набьем. Рина тут, наверное, тоже не самый офигенный кандидат в подземке, потому что когда ты проходишь с тыквой, Рина перед тыквой выносит здание, там все, все шатает, и тыква просто тупо не может разогнаться. Потому что ей не на чем разогнаться. Все здания ушатаны, в особенности тут Рина у нас со второй эволюцией. Так, что тут? Ну, давай вот так вот. Ни хера, ворожей ушатали. Тыкву ушатали, но мы должны справиться, у нас все хорошо, друзья. У нас все хорошо. Правда, целый угол тут с башнями не тронут. А сейчас мы тронем. Ух, сейчас мы тронем, давай. Стрелок жив, вертолеты живы. Их заставить нельзя, так что выкаблучивайте эти башни. Замечательно, скажу я вам, друзья. Идем дальше. Правда, теперь героев надо восстанавливать. И это печально. Ну, я надеюсь, что на этом видео мы закончим, конечно, с прохождением всей этой хероборы. Магию докупаем. У нас ни хера что-то, ух ты. Прям в тютельку, в тютельку, прикиньте, нам магии хватило. Так, подожди. Волны, да, отлично, они не полные. Это значит, что можем каким-то образом подзаработать золото. Но мы не заработали. Потому что... Потому что не выпало нам золото и золото. Окей. Ну, а если так, выпустить. Не, смотри, разгон даже с Рина какой-то пошел. Не такой, конечно, как хотелось бы. Но справиться мы должны. Вот тыква пришла, а ее сразу начала смерть шатать. Ну, и смерть Фрея ушатала. Так. Замечательно, друзья. Еще три подземки, а видео у нас уже длится 24 минуты. О, ужас. Но это такой, самый такой, знаешь, жестокий у нас летсплейчик получился. Фрейчка, руны, просвет. Оп, оп, оп. А, и все, на 80-е не хватает. Ну-ка, двигаемся дальше. Здесь у нас 40... 40... 145 тысяч золота. 40 тысяч мы уже своровали. Я думаю, что все своровали. И еще давай кого-нибудь зачистим. Блин, нифига я на выход нажал. 56... 75. Серьезно? 105. Ну, это слезы. Это девственные... Слезы девственницы, я вам скажу. А не количество золота. Все, прошли золото с коммунизили. Давай, еще три жестокие. Ну, у нас магии нет. Магию закупаем. Ну, как-то успела разогнать тыкву. Ну, и все, и мы проходим. Изи. Давай, давай, давай. Все, ушатали. 100%. 100%. Так, еще две. А времени у нас мы уже тут сидим целых, не знаю, полчаса. Так, и одного героя, конечно же, не хватает. Легендарного это тыква. Так. Под разгонщиком всех одолели, и тыква очень хорошо разогналась. Даже быстро подземка прошла. Замечательно. Чую-чую носом, скоро будем на кошмарках. Так, отлично. Идем дальше. А вот и босс. Кстати, вот сейчас даже, фиг его знает, продержится. При нынешней ситуации наши герои не продержатся. А, нет, должны, должны успеть его ушатать. Потому что Арина у нас со второй эволюции, вряд ли этот доисторический босс его возьмет, ушатает. Ну и все, как бы седьмую мы тоже прошли. Надо, надо в кошмаркайте. В ближайших видосах. Блин, нас, не знаю, напишите, проходите это на видосах или все-таки на стримах. Все, можем бац, забрать. 342 кгшки. Так, это... Этого дятла можно перевести сколько требуется усовершенствовать. Миллион золота. Миллион золота, друзья, требуется. Но это я уже сделаю без вас. Видео длится и так уже почти полчаса. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Пишите в комментариях, что думаете. И всем пока.